У работников сферы эдукации Гомельщины есть добрая традиция. Широ радоваться поспехами и достигнением своих творческих работников, сбирающихся у один и дружный коллектив. До приклада, на передо дни вспоминали заслуги и ушановывали за их ректора Гомельского областного института развития эдукации Надею Котову. В аурочистой установке самых теплых и пешчетных пожаданий ее отправили на заслуженный отпочинок. Вероника Ворошилина, Протягня. Здравствуйте. У этой летней солнечный день, який так и настроивает на позитивный лад, Надея Котова принимает гостей с особливым почутем радости и одночасового хваливания. Отпрацовавши 15 годов на посаде ректора Гомельского областного института развития эдукации, разведываться с любимой до глубины души працы вельми не просто. Работу, которую я делала эти 15 лет в качестве ректора этого института, лучшая работа в мире, потому что я очень ее любила и люблю. А любая любимая работа всегда является работой лучшей. Запрошенные на урожистать гости подделяют хвалявания Надея Алексеевны, а тому сустракают ее стоячи, шкваломоцных аплодисментов. Такие знак поваги и удячности бадалипше у знагорода за проведенную ее шмотгодовую працу. Привет, Надежда Алексеевна! От всего нашего коллектива этот букет как всего глубочайшего уважения и любви. Почасу встречи с коллегами, які стали в житии дейности надейнымися браме, пригадали, як починался профессийный шлях Надеи Котовой. От загадчика кафедры культурологии и проректора по новоково-методичной работе до ректора Гомельского областного института развития эдукации. Шлях это был звиллистый меня простым, однако переодоливать усе перешкоды допомагал дружный и зладженный коллектив. До речи, особливый микроклимат, щирости, душевности, пяшчоты, чувности и доброзачливости у им допомагала створать сама Надея Котова. Ничто так не выражает человека, ни его поступки, ни его дела, как его чувствительность и отношение к миру. Вот эта чувствительность подчиненным, доброжелательность, требовательность, ярчайшее качество руководителя нашей глубоко уважаемой Надежды Алексеевны. Надея Котова – кандидат философских навук, доцент. Она керавник с активной житевой позицией, конструктивным меркованием, глубоким мыслением, умением прогнозовать прационные справы и принимать твердое решение. За годы ее деятельности на посаде ректора Гомельский областный институт развития адукации вырос с пункта гляджения материально-технической базы, выкрасывания новых информационно-коммуникативных технологий у адукационной сферы. Тут появился властный комфортабельный интернат. Сегодня этот институт является важным званом в развитии галейной адукации и белорусской науки, как на Гомельщине, так и в республице в целом. И таки поспех – заслуга коллективу и его отказного и добросумленного керавника. Я хочу пожелать Надежде Алексеевне, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия и успеха буквально во всем. Высказать слова искренней благодарности от всех работников отрасли образования Гомельской области за то, что она столько лет возглавляла институт развития и благодаря ее позиции и именно многие моменты, связанные с совершенствованием системы образования Гомельской области, были воплощены в жизнь. Спасибо большое, уважаемая, дорогая наша Надежда Алексеевна. Люди, які саправды от данной любимой працы, назавсет и застаются прихильниками обранной справы. Надея Котова пожелала родному институту и коллективу удосконалення новых перемог и досягнений. И пообещала и далее работать усе махчимое для подтримания высокого узровня установы и обовязково сошить за ее поспехами. Институт всегда в моем сердце будет до последнего моего вздоха. Я буду работать на кафедре, я буду встречаться со слушателями, я буду делать все для того, чтобы тот уровень содержания курсовых мероприятий, которые имеют место быть в институте, чтобы своей работой делать их еще лучше. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадуя компания Гомель.